Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2 Убийца Королей. В прошлой серии мы занимались странными делами. Что это такое? Подожди-ка. Трофей Драук. Да уж, пожалуй, оденем его. Хочу походить с прямым мечом. О, так, вернуться на стену к защитникам. В прошлой серии мы встретились с Дэтмальдом, и Саске показала свой истинный облик. Вот-вот начнется веселье. Пастух Хенсельт лично поведет на нас всю свою скотину. Не шуми, с ним мы разберемся. Это все? А, и это, у нас незваные гости. Кто? Два тролля. Один, наверное, она. Страшная, как говно из-под снега, но с сиськами. Надо было видеть рожи наших, когда эти шкафы вылезли на площадь. Они сказали, с чего вдруг решили нам помогать? Возьмак добрый. Враг Возьмака, враг тролля. Мне довелось с ними пообщаться. Их помощь нам не помешает. В конце концов, мы же хотим создать страну без предрассудков. Как разошлась вещь, что Хенсельт сам будет командовать наступлением, у наших настроение упало ниже некуда. Скажи им, Золтан, что если они перестанут верить в победу, пускай сразу вывешивают белый флаг. Да я говорил, но у них все одно, духу не хватает. Собирай защитников, Золтан. Давай, соскеталка речь. Что притихли? Я-то думала, вы будете радоваться. Сам король Хенсельт почтит нас своим присутствием. Мы все помрем. Не отобьемся! Хенсельта нам не победить. Мы будем драться не с Челядью, а с самим королем. И сам король склонится перед нами. А что для солдата прекраснее, чем победа над монархом? А может, вы боитесь? Может, хотите вывесить белый флаг? Дело-то не хитрое. Хенсельт быстро наведет здесь свои порядки. Трактиры станут только для людей. Краснолюды будут в шахтах выхаркивать свои легкие, а эльфы исчезнут в лесах. Помещики будут сечь крестьян за то, что плохо кланяются. Такую страну вы хотите оставить своим детям? Нет. Никогда. Вы боитесь, что Хенсельт идет? Да кто он такой? Бог? Нет. У него есть руки, ноги и кровь. Красная, как у всех нас. И если он осмелится подойти под наши стены, мы пустим ему эту кровь. Да! На Хенсельта! Слава Саски! Многие из нас не увидят зари, не вернутся к своим женщинам, не выпьют с друзьями. Но мы не забудем об их могилах, когда они лягут в землю. В Эйдирнскую землю. А те, кто выживут, будут жить с поднятой головой. Только в такой жизни есть смысл. А теперь к оружию и на стены. Покажем Хенсельту, что такое настоящая война. Хорошая речь. Отходят! Натерем еще пару Каидвенов! Солдаты Каидвена! Хм, может лучше поставить этот меч. У него там и отравление, и ожог. Да, давай лучше этот. Защитим эту стену. Ну, где вы там? Несчастные. За топоры! Тут даже анимация не проигрывается. Солдаты Каидвенов! Солдаты Каидвенов! Солдаты Каидвенов! Ну же! Вот по- He- voiture. Каидвенов! Да, блин. Сколько ж можно рубиться-то? Йорветь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я помог Йорвиту, поверил ему. Я присоединился к Саске и встал на сторону бунтовщиков, на сторону новых идеалов. Время покажет, кто был прав. Одно я знаю точно, эльфы лучше лучники из тех, кого носила земля. Йорвит, вот что значит вовремя. Надо признать, белки умеют эффектно появляться. Еще не все потеряно. Надо отрезать Хенсельту путь к отступлению. Ты о чем? Хенсельты не думают отступать. Скоро надумают. Отправляйся к Йорвиту. Закройте с ним главные ворота. Ярпин говорит, что Детмальт повредил их чарами. Ярпин хрен чего понимает в воротах. Прикрой мне задницу, и я их забру. Краснолюд, от этого зависит судьба битвы. Нету рвать их, мать, таких ворот. С какими золотом сгивай, не справиться. Ну нету. Ну ладно. О, еще один левел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что бы тут еще вкачать такое? Тут два. Шанс убить с одного удара 2%. Ну это херня, по-моему. А, подожди-ка, я же сюда и не пройду. Блин, дождь. И целая куча движения. У меня FPS сейчас на десятке. Это такой пиздец. И вот как мне туда пройти, прикажете? Вот как мне сейчас туда пройти? Вот туда. Со стены не сойти. Это простой дом. Я думал, это какой-то переход. Не, нихера, это простой дом. Но я даже не знаю. Ладно, понял. Все, оказывается, довольно просто. Откакивай лестницу! Да, точно. Че, Йорвит, как дела? Йорвит, нам надо добраться до главных ворот. Быстро. Признайся, ты думал, что я не вернусь, Двинблей. Ты чертовски любезен, что вернулся. Мы должны отрезать Хенсенту путь к отступлению. А потом заставить его отступить. Хватит копаться! К воротам! Ничего, блять, обниматься с ними или че? А че он такой толстый? Ну, закрывай, хули ты стал-то? Вот. Пошло! Пошло! Теперь они отрезат. Мы перестреляем их как узлы. Или они сдадутся. Государь, какие будут приказания? Ха. Славная была битва. Битва окончена, король. Ты победила, а победители диктуют условия. Мои требования тебе известны. Ты отступишь из Айдирна, подпишешь акт о беззаговорочной капитуляции, в котором поклянешься, что твои войска больше не перейдут Понтера. Это все? Ты выплатишь контрибуцию и признаешь независимое государство Верхний Айдирн, во главе которого стоит Саския из Вергена. А я и мои люди. На что я могу рассчитывать? На свободу. Это немало. Посмотри, сколько моих людей погибло при обороне. Сколько ты хочешь. Размер контрибуции мы детально обсудим в Локмуине, при уважаемых свидетелях. Саския не упомянула еще об одном вопросе. Я слушаю. С тех пор, как стоит этот мир, войны были, есть и будут. Одни побеждают, другие проигрывают. Но военные конфликты должны вестись по принципам и законам рыцарства. Куда ты клонишь, чародейка? Военные преступники, в том числе Детмоль, должны быть наказаны. Мне нужен советник. Военные преступники должны быть наказаны. У тебя будет новый советник. Ее зовут Шаала де Тенсервиль. Эта ведьма что, спятила? Это необходимое условие. Детмольд виновен в преступлении и должен быть наказан. Пусть будет так. Приведите приговор в исполнение. Я не позволю пинать меня, как собаку. Ничто тебя пинать не будет. Смотрите, как умирает настоящий чародей, тупые суки. Да? Хм. В приятной смерти. Дашь клятву и уйдешь с миром. А кто тут с кем ведет переговоры? Я и Филиппа Эйльхард говорим одним голосом. Осторожней с чародейками. Они частенько забывают свое место. Филиппа – мой советник. Мы ждем твоего решения, король. Я, король Хенсельд, владыка Каэдвена, в присутствии свидетелей клянусь, что отступлю от границ Айдирна и признаю государство в долине Понтера под властью Саски из Вергена. И клянусь выплатить контрибуцию, размер которой будет определенный в переговорах в Лок-Муинне. Ты свободен. Проводите короля. Нас уже ждут, Саски. Да. Не нравится мне это. Что? Саски. Я ее хорошо знаю. Она никогда такой не была. В смысле? У нее взгляд, как после Физштиха. Уверяю тебя, она к нему не притронется. Идем за ними. Ладно. Черт. Пропали. Это телепорт. Обыщем дом Филиппы. Она спешила. Может, забыла что-нибудь. Лены. Посмотрим. Я не могу к той тумбочке пробраться. Это и есть она, отравленная зерканская сабля? Да, я мог ее не покупать. Боже. У меня только бабские безделушки. Ярвет, сюда. Что это? Книга эликсиров. Сейчас не до книжек. Чародейки строго охраняют секреты подобных книг. Видно, не слишком строго, если она ее оставила. Она спешила. Эта книга может иметь отношение к дракону-убийце? В этих краях есть масса вещей, которые имеют отношение к дракону-саски. Откуда ты знаешь? Она сама мне сказала. Тогда держи язык за зубами, потому что если... Я знаю, что случится, если об этом узнают, Йорвет. Я нашел описание Таумадора. Нам оно ни к чему. Филиппа уже рассказала, как делают маченик. Рядом с описанием яда обычно дается рецепт противоядия. Я и так помню ингредиенты. Королевская кровь, бессмертник, драконий сон и лепестки розы памяти. В этой книге о розе памяти ничего не сказано. Она говорила, что роза памяти в сочетании с бессмертником исцеляет разум. А если она лгала? Может, не лечит, а изменяет сознание? Филиппа передала ей цветок через поцелуй. Символ любви и утраты. К чему ты клонишь? Я думаю, что Филиппа подчинила себе разум Саски, добавив розу к противоядию. Убью, суку. У Филиппа есть магия и ручной дракон. Теперь ей есть что сказать на переговорах. Да-да. Чего она добивается? Это мы узнаем только в Локмуине. Значит, отправляемся, Гвинблайт? Да. Погнали, Йорвит. Золтан, Лютик. Геральт, Саския пропала. Люди начинают беспокоиться. Краснолюды тоже. Саския примет участие в переговорах о возрождении Совета и Капитула. Она хочет, чтобы собравшиеся в Локмуине короли признали независимость Вергена. Ну, наглости девки не занимать. Но без нее здесь все пойдет прахом. Мы утерли нос Хенсельту, это правда. Но всех этих людей и нерудей кто-то должен сплотить, иначе победа будет напрасной. Я отправлюсь вместе с Йорвитом за Саскией. Судя по всему, убийцы Фольтеста тоже будут в Локмуине. Некоторые все еще говорят, что это ты его убил. Я хочу покончить с этими разговорами, поэтому у меня выбора нет. А у вас есть. В Локмуине соберутся все сливки Севера. Мое отсутствие станет преступлением против искусства. Искусство совать нос в чужие дела. Вы будете нужны здесь. Пока Саския не вернется, нужно будет удержать всех вместе. Победа над Хенсельтом – это важный шаг, но впереди еще долгий путь. Думаю, что мой гимн может прижиться. Вергену понадобится больше песен. Я надеюсь, что наши дороги еще пересекутся, Геральт из Ривии. Можешь не сомневаться, ведь у нас еще остались неоконченные дела. А, ну да. Отправляемся, Гвинблейд. Да, славная была битва. Шиала де Тансервиль С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну. Понятно, что после упразднения Совета и Капитула чародеи потеряли всякий страх. Но убийство короля? Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Лок-Муине, древнем городе Вранов, цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно. Вы верно спросите, отчего ты сам не отправился в Лок-Муине, мастер-лютик? Верген был свободен. Но слишком легко свобода ускользает из рук, если в народе не находятся те, кто сможет указать верный путь. Посему я остался в долине Понтера, ибо таково мое предназначение – стоять на страже молодой свободы. Кто знает, может, из меня выйдет пророк. Все же не слава.